Мошенники в мире крупной фармацевтики предлагали детям деньги, чтобы примите их вакцин. Не считаете ли вы это чем-то сродни бандитизму времен сухого закона? Давайте посмотрим. Регулирующие органы осудили компанию Moderna за то, что она предложила детям наличные деньги для тестирования вакцины против ковида. Фармацевтической компании было предписано выплатить 14 фунтов стерлингов после того, как выяснилось, что ее представитель отправил в WhatsApp сообщения, которых предлагал детям 15 сотен фунтов стерлингов. Кодекс практики, отпускаемых по рецепту лекарств Великобритании, постановил, что это предложение равносильно неуместному финансовому стимулированию, и установил, что компания купила дискредитацию фармацевтической промышленности. А это не так-то просто сделать после того, как семья Сакклер повела себя во время опиоидного кризиса. Это не так-то просто сделать после того, как компания Johnson & Johnson добавила канцерогены в детскую присыпку, хотя это так и не было доказано в суде, потому что они добились внесудебного урегулирования. Согласно правилам использования лекарственных средств для человека, детям или их родителям запрещено предоставлять какие-либо стимулы или финансовые поощрения. С 2019 года AstraZeneca, Pfizer и GESG получили выговор от Бункра, регулирующего органы Великобритании, за введение общественности в заблуждение относительно эффективности лекарственных средств. Их вакцины. Что удивительно, так это то, что нам приходится даже рассматривать эти вопросы. И во время выборов нашего нынешнего глобалистского авторитарного премьер-министра Кирстамы никто не говорил об эпохе пандемии. Было проведено что-то вроде судебного расследования, в ходе которого пытались обвинить отдельных людей и по сути говорили, что люди старались изо всех сил. Разве не ужасно, что в вашей стране, в штате Калифорния, высокопоставленные чиновники, такие как Гэрин Ньюсом, посещали вечеринки и собрания во время пандемии? Заметьте, что такие, я не знаю, более пикантные и яркие, почти скандальные истории о знаменитостях доминируют, хотя на самом деле мы сталкиваемся с глобальным корпоративизмом. Напишите в комментариях и чате, как вы представляете себе глобальный корпоративизм в духовном плане, потому что для меня это выглядит как ложное проявление света. Для меня это выглядит как новая ортодоксия. Для меня это выглядит как новая власть, отнимающая власть у единственной власти, которую следует уважать и почитать. Напишите в комментариях и чате, что вы об этом думаете. Человек, который был откровенен и честен, и в результате пострадал за это на протяжении всей пандемии, действительно является ярким примером силы новых медиа. Силы, которую теперь использует даже Камала Харрис, появившись в подкасте, который, знаете ли, немного странно видеть ее там, не так ли? Напишите, что вы об этом думаете. Конечно, Джо Роган предлагает жестокую проверку реальности, когда речь идет о вакцинации младенцев. Я даже не знаю, говорит ли он о вакцинах от ковид, или о целом списке потенциально смертельных вакцин, которые предлагают маленьким детям. Зачем? Ради их здоровья? Или есть какая-то другая выгода? Посмотрите на мир, в котором вы живете. Посмотрите, какие мотивы, по-видимому, были у этих влиятельных организаций, и сами сделайте вывод, используя доступную информацию, что вы считаете правдой. У меня такое же чувство, когда я вижу рекламу прививок от ковид для младенцев. Что за бред? Вы просто пытаетесь заработать деньги. Вы не пытаетесь защитить младенцев от ковид. Это полная чушь. У них нет никаких проблем. Это просто не так. Это просто статистически не проблема. И вы не должны продвигать это потенциально опасное средство. Да, еще один пример. Когда я был маленьким, мы были приемной семьей. В моем доме одновременно жили до семи приемных детей. И я помню, что всем этим малышам делали прививки от гепатита В, и я тогда не задумывался об этом. Но опять же, когда мои друзья, например, Келли и Кейси, говорили об этом, я понял, что график прививок просто сумасшедший. Новорожденному ребенку делают прививку от гепатита В, а заразиться гепатитом В можно только двумя способами. Либо ты принимаешь наркотики, либо занимаешься сексом. У младенца этого не будет, так зачем подвергать его риску, когда мы знаем, что уровень аутизма зашкаливает, а у детей возникают различные проблемы со здоровьем. И в какой-то момент мы должны задуматься, что мы делаем, и спросить себя, нет ли лучшего способа. Но я достаточно знаю, как работает эта система, как все решается за кулисами, в лобби, и теперь это утверждено и стало законом. И теперь вы собираете всех педиатров страны и выступаете перед ними. И у вас есть люди, которые продвигают эту повестку и убеждают сенаторов и конгрессменов поддержать ее, чтобы сказать, да, нам нужны эти вакцины, чтобы защитить наших детей. И я не думаю, что... Это было так. Я не думаю, что все это было подстроено. Я думаю, что людей просто обманули. Возможно, в ходе нашего сегодняшнего разговора все стало ясно. Независимые СМИ необходимы. Мы не можем поддаваться цензуре. Свобода слова — это ценность, на которой держатся все остальные ценности и от которой они зависят. Мы должны иметь возможность открыто не соглашаться друг с другом. Мы должны иметь возможность открыто обсуждать сложные темы, будь то владение оружием, аборты, влияние религии, необходимость наблюдения, тоталитарное государство или цензура. Глобализм, война, финансирование войны. Если вы не можете открыто говорить об этом, нас ждет тирания. В этом нет никаких сомнений. Мы видели, как появляются и постоянно всплывают определенные личности. Такие слова, как Халибертон, это символы. Такие имена, как Чейни, должны быть для вас тревожным сигналом. Сейчас самое время задуматься о новых союзах, например, о союзе Бобби Кеннеди и Тулси Габбард с Дональдом Трампом. Что из этого важнее, чем поддержка Камалы Харрис со стороны Чейни? Что из этого внушает вам больше надежды? Что вызывает у вас больше опасений? Напишите в комментариях и в чате. Давайте будем честны. Большинство капсул для кофемашин